МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Коротко о главном. Фото на памяти ли все же задержание? Раджаб Абдулатипова сегодня допрашивали в Следственном комитете Республики. Как правильно вести себя при пожаре? В социально-реабилитационном центре Махачкалы прошли учения МЧС. Дагестанский хлопок. В Нагайском районе скоро начнут уборку первого урожая хлопчатника. Строительство, архитектура, инновация 2018. Выставка строительной индустрии проходит в эти дни в Махачкале. Раджаб Абдулатипов был сегодня задержан прямо в своем рабочем кабинете прикомандированными из Москвы оперативниками. Согласно данным нескольких источников, главу комитета Народного собрания и брата бывшего главы Дагестана допросили по делу экс-руководителя республиканского ФТЭК Магомеда Махачева. Напомним, что информация о задержании Абдулатипова-младшего проходила в СМИ и ранее, однако до привода в Следственный комитет и дачу показаний дело доходит впервые. Новый кабинет министров республики будет сформирован в установленной законом сроке. Об этом сразу после заседания Народного собрания заявил премьер Артем Сдунов. Напомню, что накануне депутаты большинством голосов дали свое согласие на его назначение председателем правительства, после чего вышел и соответствующий указ главы республики. Таким образом, на сегодня единственный человек в кабмине Дагестана без приставки в Рио – это пока сам Сдунов. Окончательный состав правительства будет сформирован в течение двух недель. Предупредить трагедию, научить детей правильному поведению при пожаре. В социально-реабилитационном центре Махачкалы прошли учения МЧС. По легенде, огонь вспыхнул в одном из залов на втором этаже. В учреждении заработала противопожарная сигнализация, и преподаватели стали организованно выводить детей из центра. Вскоре на место прибыла спецмашина с пожарным расчетом. Некоторые дети были заблокированы огнем и дымом в здании учреждения. Огнеборцы в считанные секунды провели разведку и приступили к эвакуации. Учения прошли удачно. Сотрудникам МЧС потребовалось менее получаса, чтобы ликвидировать очагу сгорания. Мы всегда прилагаем много усилий, чтобы дети из наших учреждений не только были в безопасности, но и сами умели правильно вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Такое учение совместно с МЧС как раз и помогает в этом деле. Как говорится, пожар всегда легче предупредить, чем потушить. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Буклеты с таким кричащим заголовком на столичных улицах водителям раздавали юные инспекторы дорожного движения. Мероприятие прошло в рамках акции «Внимание, дети». Подробнее Камиль Девятов. Улица Энгельса, проезжая часть, пешеходный переход. Дети внимательно слушают инструктора. И сам Магомед Султанов еще раз объясняет участникам акции, как переходить дорогу в правильном месте. В своей работе мы всегда исходим из того, что любая теория должна быть подкреплена практикой. Поэтому с выездом на места, непосредственно на перекрестки, пешеходные переходы, мы выезжаем с отрядом ЮИД и показываем, как необходимо безопасно переходить в составе группы детей. В том числе и в одиночном порядке. Помимо этого, мы проводим акции с раздачей пропагандистского материала. Представители отряда ЮИД раздают листовки водителям транспортных средств, которых призывает быть более внимательными, осторожными, используя ремни безопасности, не управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Далее юные инспекторы закрепили приобретенные знания на практике. В сопровождении преподавателей и сотрудников ДПС они перешли проезжую часть по пешеходному переходу. После самая основная часть акции – раздача буклетов водителям. Дети напоминают взрослым о том, что алкоголь и автомобиль несовместимы. В период времени с 24 по 28 сентября текущего года во всех общеобразовательных учреждениях проходит неделя безопасности по правилам дорожного движения. В рамках данной акции инспектора ДПС принимают участие в родительских собраниях, на которых объясняют и родителям, и подросткам соблюдение правил дорожного движения, важности применения ремней безопасности и детских автокресел. Также проводятся открытые уроки и профилактические мероприятия, такие как мы проводим на данной улице. По словам сотрудников ДПС, подобные мероприятия очень важны. Дети должны знать правила, так же, как и взрослые. Это во многом помогает им избегать несчастных случаев на дорогах. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Стать на один день инкассатором, научиться определять фальшивые купюры и пользоваться кассовой техникой. Все это можно было попробовать в рамках Дня открытых дверей Банка России. Всероссийское мероприятие проходило в Махачкале на нескольких площадках. Гостей встречал инкассаторский автомобиль, где каждый мог сфотографироваться в бронежилете и с мешком денег. Любители селфи делали фотографии с подушкой финансовой безопасности и большим макетом банкнот. Здесь же посетители смогли самостоятельно проверить свои деньги на подлинность с помощью специального прибора, а также понаблюдать за тем, как работает монета-счетная машина. Стеклянная банка с миллионом рублей вызвала особый интерес не только у детей, но и у взрослых. Помимо лекций, деловых игр и конкурсов, была организована выставка-инсталляция знаменитого художника Закарии Закарьяева. Главным объектом стал железный рубль. Арт-объекты под названием «Денежный вопрос» и «Один лям» вызвали огромный интерес у посетителей. По словам организаторов, финансовому просвещению в Банке России уделяется большое внимание, и это делается для воспитания разборчивого потребителя финансовых услуг. Банк России вообще уделяет большое внимание финансовому просвещению населения. В частности, наше отделение проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности, начиная от маленьких детей и до людей пенсионного возраста. Данные мероприятия проводятся для того, чтобы люди могли правильно принимать решения при выборе финансовых продуктов и услуг, могли защититься от финансовых мошенников, а также знали свои права. В качестве эксперимента в Ногайском районе уже в ближайшее время начнут уборку первого урожая хлопчатника. Агрария рассчитывает собрать до 30 центнеров культуры с каждого гектара. Такую идею предложил Эдуард Пак. Выходец из Волгоградской области весной этого года посеял хлопчатник на двух гектарах пашни. Фермер уверен, что его задумка окажется успешной, ведь климатические условия Дагестана благоприятствуют возделыванию хлопчатника. Длительный теплый период без заморозков, большое количество солнца и умеренные осадки. Я сюда, когда в феврале месяце приехал, я удивился. Здесь оказывается морозов не бывает. И летом, как местные ногайцы говорят, челя у них есть. В Азии, грубо говоря, один в один. Технология возделывания хлопчатника в Ногайском районе отличается от той, которая применяется, например, в Узбекистане. Если там орочная система полива, то есть течет по каналам, то в селении Кунбатар хлопчатник поливается при помощи капельного орошения. Это позволяет сократить количество используемой для полива воды. На сегодняшний день это единственное такое предприятие в Республике Дагестан, которое готовит и поставляет экспортную сельскорительную продукцию. Порядка 30 строительных компаний представили свои площадки на специализированной строительной выставке «Строительство, архитектура и инновации-2018». Она проходит в эти дни в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале. Об организаторах и участниках – Карина Баталова. Посадить дерево, вырастить сына и возвести дом – вечная тяга к строительству у дагестанцев в крови. Камень за камнем, уютное жилище возводится с тщательным подходом к выбору материалов. Отсюда и столь широкое развитие строительной индустрии. Выставка «Строительство, архитектура и инновации-2018» проходит впервые. Она должна показать, что предлагает нам на сегодняшний день строительный рынок Дагестана, какие технологии внедряет в жизнь и какие решения осуществляет. Давайте посмотрим. От отделочных материалов до дизайна и риэлторских услуг. Это специализированное мероприятие является деловой площадкой для демонстрации потенциала региона, местом встречи специалистов строительной индустрии. Большая часть мероприятия, конечно, ориентирована на частные компании. Компания «Моя территория» представляет, например, уникальный стабилизатор. Сейчас Рашид нам о нем расскажет. Мы представляем группу компании «Штиль». Я вот сейчас могу имитировать сварку. И вот наблюдайте за этими лампочками, да, и видно будет, вот как она ярко вспыхивает. Это уже скачок напряжения. Этот стабилизатор пропускает скачки напряжения, если идет на линии сварки. А этот стабилизатор вот идет стабильно, да. Мы можем видеть вот здесь, что скачки напряжения до 300 вольт доходят у этого стабилизатора. У этого идет стабильное 220, он держит какие-то. Основной лозунг – бизнес для конечного потребителя. Здесь строительные компании находят клиентов и деловых партнеров. А это значит, что они должны показать весь свой потенциал. Например, предприниматель Истрафил Абдурахманов так уверен в качестве своих окон, что готов бить по ним молотком. Ударостойкости. Можно продемонстрировать, пожалуйста. Это межкомнатная серия, та же самая серия идет для уличных террас, лодж, балконов. И они тоже выдерживают, да? Ну, пожалуйста, любой из них, он рассчитан на... Могу поменять микрофон на молоток, пожалуйста. А можно мне попробовать? Пожалуйста, пожалуйста. Что это? Мы плавно меняемся профессиями. Ну, я так сильно... Как хотите. Вот Истрафил нам заявляет, что это стекло настолько прочное, что на него можно встать и ничего не случится. Давайте попробуем. Действительно... Давайте я помогу. Действительно очень прочное. Это каленое стекло, да? Каленое, с фермообработкой. Толщина стекла от 6 до 10 миллиметров. В любой форме делается стекло. Поток посетителей нескончаем. На выставке побывало уже более тысячи человек. Это и неудивительно, ведь здесь можно получить представленную продукцию со значительной скидкой. Ну, тут у нас представлен макет образцов автоматики на распашные ворота, на откатные ворота. То, что в основном сейчас ставят наши дагестанцы. Не хотят выходить из машины. Культа нажали, открылись ворота и заехали все в отбор. Рычажная, линейная, откатная автоматика различных производителей, различных брендов. Среди практичных и внешних атрибутов строительного дела здесь можно обнаружить и стильный выставочный уголок дизайн-бюро. Все чаще современные дагестанцы отдают предпочтение услугам профессионалам в оформлении интерьера комнаты. Честно говоря, у нас уже продуктивно еще день не закончился, но наши представители бюро уже были несколько заказчиков, были интересные партнеры. И я думаю, что это просто замечательно. Организатором мероприятия является новая выставочная компания «Анджи-Экспо». По словам ее руководителя Микоила Исмаилова, такие бизнес-площадки помогут сформировать эффективный механизм коммуникации бизнеса с конечным потребителем, как это вышло и сейчас. Человек, который строит дом, у этого человека всегда много вопросов. Это технического плана, это вопрос выбора материала, это вопрос выгодной покупки. Вот вы знаете, за эти три дня можно все эти вопросы очень легко, просто и выгодно решить здесь. Это, поверьте мне, это так. В рамках мероприятия также будут проведены семинары, круглые столы, презентации и даже розыгрыши призов. Сама выставка продлится до 27 сентября. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. В Москве завершился пятый международный турнир по кикбоксингу Russian Challenge. Очередные профессиональные бои в нем провели спортсмены из Дагестана. Все подробности в материале Курбана Рагимова. В главном поединке вечера 22-летний Рашид Салихов встречался с Рафаэлем Кашарским. Гость из Польши с первых минут пытался навязать свой темп, однако представитель клуба Ring Time умело встречал и перебивал его на дистанции. Первый нокдаун пришелся на концовку стартовой трехминутки. Дальше Салихов прибрал инициативу к своим рукам, но завершить бой досрочно ему не удалось. Как итог, 16-я победа в профессионалах. Не дал усомниться судьям в своем превосходстве и другой наш кикбоксер, мастер спорта международного класса Кемран Набати. В поединке против москвича Александра Лепикова дагестанец показал богатый арсенал атакующих действий и уверенно доминировал на протяжении всего боя. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ А в Кайкинском районе стартовали открытые всероссийские соревнования по парашютному спорту. Традиционный Кубок Каспия приурочили память героев-летчиков Дагестана. Участники из разных уголков страны, а также из Казахстана и Белоруссии определяют победителей в состязаниях по групповой парашютной акробатике и в точности приземления. В соревнованиях ожидается участие сборной воздушно-десантных войск России, в составе которой выступят три чемпиона мира по парашютному спорту. Торжественное открытие состоится в субботу, 29 сентября. Турнир продлится по 2 октября. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин